Как христианство пришло на Русь? В Московском культурном центре «Вдохновение» прошла встреча с наследелем храмов первоверховных апостолов Петра и Павла и покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандритом Мельхиседека. Для педагогов и родителей батюшка будет проводить цикл бесед детям о главном. Подробности первой встречи в следующем материале. Встреча с отцом Мельхиседеком всегда событие. Он наделен даром просто, но увлеченный ярко говорить о вере и о жизни. Но учить этому можно, считает батюшка. Для этого и был разработан цикл бесед детям о главном. Когда человек надевает на себя одежду, он согревается сам. А когда он разводит огонь, может согреться он и те люди, которые вокруг костра. Так вот мы тоже решили выйти за стены храма, потому что там, в храме Божьем, есть слово, есть проповедь, есть объяснение. И решили выйти все-таки в народ. Почему? Потому что сейчас есть счастливая возможность изучения основ православной культуры в наших обладательных школах. И мы хотели для преподавателей основ православной культуры дать возможность некого такого мастер-класса, хотя бы какого-то объяснения, основ, фундамента, какая-то база. И мы движемся в школьной программе. Педагоги должны сами понимать то, что несут детям. Поэтому начали с азов. Тема первой беседы, как христианство пришло на Русь. Храм икона. Для чего пришел Христос? Что произошло благодаря его жизни и смерти? И как он мог взять грехи всех людей на себя? Участники беседы узнали, как объяснить детям, что такое смерть и зачем творит добро. Узнали, что крещение – это прививка бессмертия. И что такое христианство. Христианство – не учение. Не только учение. Христианство – это, прежде всего, лечение. И основоположник христианства – Иисус Христос. В Его имени заключается тайна христианства. Иисус – значит Спаситель, Христос – помазанник. Посланник. Помазанник, который спасает. Помазанник Божий. Батюшка подскажет, как говорить о православии даст основы того, что поможет вести диалог с учениками. Его беседы построены на интересных историях и поучительных притчах, ярких примерах благочестивой жизни. Будут названы мультфильмы и фильмы, которые можно использовать во время уроков. Отец Милхиседек будет отвечать на вопросы, которые накопились у педагогов и родителей. Помощь православной церкви, я думаю, очень важна, потому что учителя, которые ведут предметы ОРКС, к сожалению, иногда очень далеки от всех этих проблем. И за 72 часа, которые даются нам на курсах, всей информации огромной не получить. Поэтому необходимы такие встречи. Я думаю, что цикл встреч жизненно необходим для учителей. В первую очередь организованы эти беседы для преподавателей школ, которые ведут предмет основы православной культуры, учителей воскресных школ, миссионеров и катехизаторов. Но здесь рады всем, кому небезразлична судьба детей. Журнал «Фома» предоставил в качестве подарков для учителей и родителей журнал-спецвыпуск, журнал «Основы православной культуры», который поможет педагогам провести урок, а родителям в кругу семьи рассказать детям о самом главном. Встречи в культурном центре «Вдохновение» будут проходить один раз в месяц. Материалы бесед будут публиковаться на сайтах храмов Ясенева.